С самого утра праздничного дня в центральной части города начали собираться люди, все как один на велосипедах. И пока лично не примкнешь к этому велосипедному сообществу, даже не узнаешь, насколько велоспорт популярен в Ленске. Инициировал и организовал спортивное мероприятие коллектив управления магистральных газопроводов. Предприятие «Газпром Трансгаз Томск» работает в Ленске чуть больше года, но за это время его коллектив активно включился в общественную жизнь города. Вот и сегодня велопробег в честь Дня России – это инициатива газовиков. А поучаствовать в акции пригласили всех желающих. Для газовиков это традиционная акция. Ежегодно в Вен-России коллективы устраивают массовый заезд на великах. В Ленске это уже вторая подобная акция. Если в прошлом году сотрудники предприятия катались в одиночку, в этом году, благодаря рассылке приглашения по социальным сетям, присоединились многие любители велоспорта. В компании «Газпром Трансгаз Томск» велопробег в День России – достаточно длинная традиция. Уже более пяти лет это происходит. И, допустим, сегодняшний день именно только сотрудников «Газпром Трансгаз Томска» участвует 1685 человек. То есть это по всем городам нашего присутствия. А мы присутствуем в 13 регионах. Это Томск, это Алтай, это Хабаровск, это Камчатка. То есть, ну, и обязательно Ленск. Газовикам с радостью присоединились многие велосипедисты, независимо от места работы, и каждый чувствовал себя в своей тарелке. Ведь всех участников объединял один общий интерес. Всего получилось более ста человек. Вообще рад, что вот так получилось. То есть, что помимо наших сотрудников, столько людей, которые также откликнулись к нашей инициативе. И я вижу уже наше количество, которое мы планировали, увеличится в два раза. Маршрут растянулся от магазина «Капитан» до реки Мурьинка, что задачами, и составил где-то 42 километра, если туда и обратно. У реки велосипедистов ждал привал с возможностью подкрепиться, чтобы запастись силами на обратный путь. Тем, у кого их не осталось вообще, и кто обратно своим ходом не мог, была предложена вахтовка. Но большая часть участников все же вернулась на двухколесном друге.